Лейден, Амстердам и Антверпен сыграли весьма важную роль в жизни, и она девица Дехэма. Причем Антверпен стал для художника и последним пристанищем. Мастер, живя там, имел мастерскую с большим количеством учеников, среди которых был Николас Ван Гелдер, освоивший его приемы и тематический подход, и обладавший круглым дарованием. Николас Ван Гелдер родился в Лейдене в 1636 году. Начал свою карьеру художника в Лейдене как последователь Иоанна Дэвиса Дехэма. В 1661 году он уехал в Швецию. Затем в 1666 году вернулся в Лейден, а последние годы своей жизни провел в Амстердаме, где на него оказалось сильное влияние позднее творчество Каффа. На это указывает его натюрморт 1664 года, находящийся в Амстердаме, Рекс-Мюзиуме, и натюрморт с фруктами перед стенной нишей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сохраняя свойственные работы Мьяна Дэвиса Дехэма и Вилли Макалфа интерес к изображению фарфоровых блюд с фруктами и серебряных сосудов и их осязательной пластической моделировки, Николас Ван Гелдер ограничивается при этом гораздо меньшим числом предметов сервировки. Продолжение следует... 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 Совсем в духе картин Дехэма написана и гирлянда из фруктов. Мы видим здесь подвешенную перед стеной нишей великолепную связку из виноградных грозьев, веточек вишни, персика, файвы, кизила и даже дынь. Это уже не роскошный натюрморт и не десерт, а очевидная демонстрация плодов голландской земли, организованная по законам декоративного оформления рыночного прилавка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok